привет значит у меня были видео о расходах которые у нас были в первое время по приезду а теперь я записывала какие расходы у нас были в обычном месяце уже после того как мы уже адаптировались до прошло то месяца два-три и я вела такие записи то есть на что мы тратим каждый день да вот кита обычные потребности продукты проездные билеты аренда квартиры да ну может быть даже какие-то дополнительные расходы то есть я это вела записи конкретно там с 1 числа по 31 час это был ноябрь месяц по 30 число то есть 30 дней в этом месяце в том месяце не было каких-то там праздников да вот обычный спокойный тихий размеренный месяц ну так вот значит продукты за весь месяц продукты нам обошлись в 900 злотых мы так вам скажу мы особо не экономили то есть мясо рыбка тут были и йогурты у нас каждый день мы сюда как приехали мы вот эти вот баночки йогуртов покупаем вере на каждый день она там с хлопьями себе кушает либо даже если просто натуральный йогуртом и с вареничком там ей мешаем ну и тоже и мы тоже иногда можем такое не каждый день конечно как вера но иногда мы можем себе не то что позволить а как бы вот поесть это дальше всякие там сыры у нас сыр каждый день дома есть и колбаска какая-то и овощи и фрукты фрукты в нашей семье вообще мне кажется из этого бюджета очень большая сумма уходит на фрукты потому что фрукты здесь не дешевые самое дешевое это что яблоки ну конечно по акциям каким-то апельсины и мандарины бывают но у нас просто фрукты съедаются килограмм яблок на день и какие-то дополнительные помимо яблок еще там мы можем и манго купить и бананы да вера любит это все у нас уходит в очень большом количестве вот правда поэтому если ваша семья не любит или не сильно много употребляет в пищу фруктов то сумма будет значительно меньше действительно потому что тут они не дешевые в общем продукты 900 злотых проездные для меня для мужа по 110 злотых то есть 220 злотых на месяц проездные билеты пополнения карточки на месяц на проезд в общественном транспорте во всем общественном транспорте дальше квартира 2000 злотых мы платим за квартиру то есть это ежемесячный наш платеж дальше значит как тут идет расчет коммуналки ну по крайней мере вот в нашему копирать тут дом большой тут несколько где-то 15 парадных наверное и ну частный такой кооперативно как я называю в общем мне так кажется что тут везде так рассчитывают раз платишь раз на два месяца то есть мы лично мы заводу не платим мы платим за коммунальные платежи только за газ и за электричеством и вот нам как раз в конце октября там вот пришел пришли платежки 3 ну значит в одном конверте допустим в одном конверте по электричеству да было три счета первый счет за август и за сентябрь то есть в одном счете два месяца сразу следующий там был за октябрь и ноябрь и потом декабрь и январь нет вот августа наверно август был оплачен да потому что у нас до конца февраля вот мы оплатили получается значит сентябрь и октябрь ноябрь декабрь и январь февраль 6 месяцев в одном сразу вот конверте пришло да тут электричество электричество по счетчику но они вот так вот считают они приблизительно расход по истории да по предыдущей истории жильцов которые здесь жили а то есть они примерно вот так вот рассчитали на сентябрь у них там было допустим переплата то есть кто-то до нас кто здесь жил там переплатил даже немного то есть первый счет первый счет состоящий из двух месяцев он там составлял там по моему 80 золотых то есть немного а последующие они уже рассчитывали какую-то среднестатистическую какую-то там цифру они выбрали и вот так вот наперед посчитали еще четыре месяца то есть в итоге весь счет за шесть месяцев мы решили заплатить сразу можно раз можно платить сначала один потом другой потом третье походу мы решили заплатить пусть уже до конца февраля будет заплачено это 30 330 злотых 330 злотых я оплатила за свет на 6 месяцев вперед а потом там уже получается вот феврале на следующем месте уже или в марте наверно в марте придет следующий счет и там будет уже написано допустим остаток или наоборот не остаток а в минус может быть мы уйдем по нашим счетчиком вот и за газ за газ та же история была но я просто сначала не разобралась вот в этой в этом методе то что они один счет на два месяца я ну пришел значит счет 20 не 19 злотых 19 злотых но я видела что там за два месяца написано и дальше еще было два листика да то есть я думаю что это просто в трех экземплярах сначала не разобрала заплатила сначала просто эти 19 злотых плюс там комиссия еще было три злотых то есть 22 злотых я заплатила за газ это было за два месяца ну а потом я уже потом в декабре уже села разобралась что следующие два счета были не повто не такие же самые они были тоже вот так же по такой же системе наперед рассчитаны но тут вроде бы как газ тоже по щечкам но фиксированная цена 19 злотых за два месяца нам хозяева так и говорили то есть газовые счетчики стоят мы когда вот снимали квартиру нам хозяева сказали что за газ вы будете платить 19 злотых раз в два месяца вот ну в общем коммунальные платежи у нас в октябре месяце вышли за свет и за газ за свет получается на 6 месяцев вперед и за газ на два месяца 252 злотых интернет за интернет мы платим каждый месяц одну и ту же сумму 60 злотых пополнение счета наши польские карточки мобильная связь пополняем счет иногда не часто потому что мы особо никому не звоним не звоним между собой мы с мужем общаемся бесплатно у нас play оператор между друг другом бесплатно на другие операторы мы как-то не звоним никому ну вот я соседки подружки могу иногда позволить но это так привет как дела выйдешь на улицу особо разговоров нету но все равно мы больше как бы расходуем интернет потому что в городе мы еще не ориентируемся хорошо и если мы куда-то едем в новое место то мы обязательно пользуемся там google карта или приложение ягда яда я где-то оставляла ссылочку а вот и поэтому интернетом мы пользуемся в когда пополняешь там на месяц себе счет то там какой не знаю сколько-то мегабайт дается бесплатных интернета но они уходят и поэтому я допустим себе почти каждый месяц ну да я каждый месяц себе заказываю дополнительно интернета там на 600 мегабайт кажется дополнительно мне хватает ну в общем за весь месяц за октябрь месяц мы пополнили себе счет я и муж вместе на 16 золотых дальше папа наш обедает на работе ну то есть он работает макдональдсе да но он там обедает там тоже с какой-то скидкой значит ему на обеды ушло 90 злотых за месяц неудобно ему ну как бы это у него так получилось потому что ему неудобно с собой брать неудобно ему там разогревать еду и нету на это времени у него обедом полчаса и не успеет он просто это физически это сделать она я рассказываю наш опыт до наши расходы как вышло дальше школа вера в школе питание за тот месяц вышло триста тридцать шесть злотых у нее школа частная в частной школе обеды стоит в два раза дороже у нас 15 злотых в день стоят обеды а в государственной школе я знаю 7 злотых в день обеда стоит но это просто чтобы ориентировались и ну естественно как и в украине садиках рассчитывается по на каждый день сколько дней ходит ребенок если отсутствует а потом пересчитывают то есть триста тридцать шесть злотых у нас так вышло как бы все дни ходил за месяц вот и еще дополнительный расход был в школе это книжки на весь год учебники по английскому языку там закупались больше ничего сказали не надо будет то есть это на весь год единственные книжки сто двадцать злотых за эти книжки то есть за у веры в школе четыреста пятьдесят шесть злотых это питание и вот книжки которые наперед до куплены были это вот такой расход четыреста пятьдесят шесть злотых еще один такой дополнительный расход был в принципе он может быть наверно у каждого кто только приезжает переезжать другую страну но посылка нам почти каждый месяц пересылали пересылают до сих пор какие-то там посылки с украины наши вещи 50 злотых стоила пересылка посылки вот и отдельная статья расходов которая абсолютно как бы не обязательно но я рассказываю вот да наш личный опыт дополнительные расходы такие как лекарства но вера было там отравление но не то что отравление ротовирусная инфекция у них в школе у всех там была и мы покупали просто пробиотик за 24 злотых там ну в общем потом одежду какую-то мы покупали монетам ботинки да там вере штанишки какие-то что-то папе нашему ну какие-то вот такие вот мелочи какие-то носочки трусики и тому подобное это каждый нуждается в таком все и ну то есть были такие расходы потом игрушечки да и ребенок все-таки как бы там не было что-то захотел увидел попросил купили какую-то мелочную игрушечку да не крупные покупки такие но какие-то книжечки какие-то конфетки какие-то там печи булочки вот она идет со школы вот обязательно и хочется зайти в пекарню булочку купить свеженькую вкусненькую ну в общем вот на такие дополнительные расходы мы не ходили в кафе тут я не в этом месте у нас такой строгий немного месяц был мы не ходили по кафе рестораны то есть вот просто вот одежда в этом в этой статье лекарства игрушки и вере вот конфетки булочки печеньки всякое такое которое не в супермаркете купленная то есть просто вот по дороге где-то по улице вот что-то она там захотела то есть эта статья расхода у нас вышла 385 злотых ну как бы немало да можно сказать это почти половина бюджета заложенного на продукты на месяц поэтому это не обязательно это лишняя как бы можно сказать такая статья расходов просто нам мы мы переехали сюда не зарабатывать вот я в прошлом видео которое у меня было про расходы на первый месяц пребывания нашего в польше и мне в комментариях кто-то написал ого ничего себе там вы на живете на широкую ногу ну я как бы объясняю ребят мы переехали сюда не зарабатывать деньги мы не приехали сюда заработать какую-то сумму денег и потом ехать себе в украину и тратить эти деньги как очень многие период приезжают сюда из украины там ну по крайней мере из украины мы приехали сюда жить мы переехали жить то есть мы наслаждаемся каждым днем жизни если нам хочется пойти в кафе сходить хочется нам купить морепродуктов домой приготовить или еще что-то такое то есть мы себе это позволяем почему нет мы живем сегодня мне ну не экономим можно так сказать то что хочется то мы мы себе позволяем почему нет вот и потому мы делимся только своим опытом не не надо говорить как правильно как неправильно кто-то едет с одной целью кто-то едет с другой целью не забывайте что опять же тоже у нас ребенок есть это третий член семьи который тоже кушает она у нас очень любит кушать и мы всегда смеемся что у тебя прокормить это надо хорошо захватывать ну вот и поэтому то есть настроение надо считать тоже мне кто-то писал бы вдвоем так много тратить мы не вдвоем мы втроем и ребенок тоже забирает и у нас девочка да и заколочки какие-то и даже косметику она уже какую-то просит то помадку то блеск для губы 6 лет это все-таки уже возраст это полноцелет полноценный член семьи ребенок человек который нуждается в каких-то расходах тоже даже своих уже там у него жених там школе есть ему мама купим вот он мне купил там мишку купи ему машинку маленькую за какие-то там копейки но как бы там не было есть такие расходы это жизнь поэтому мы просто делимся своим опытом мне многие пишут комент не комментарии а вот те люди которые действительно интересуются переездом и кому полезны и интересны мои видео они мне пишут в основном все на email и много вопросов задают и в основном это семьи поэтому мои видео наверное и должны быть ориентированы на семьи потому что наш опыт лично двое взрослых ребенок как мы переехали как мы адаптируемся именно для вас а потому что когда мы переезжали я последние месяца два перед переездами наверно если брала в руки телефон то это был были только каналы на ютюбе вот таких же семей я искала которые переехали делились своим опытом мне было очень интересно и очень всем было им благодарна что есть такая информация что можешь услышать личный опыт и увидеть даже да пусть по интернету но но это действительно мне морально по крайней мере очень помогало понимать вообще хоть какую-то картину рисовать себе и на что ты можешь рассчитывать когда будешь ехать для этого я и снимаю тоже эти видео то есть я делюсь только нашим опытом надеюсь он очень полезен будет для кого-то так и для меня были полезны когда-то те видео которые я смотрела поэтому прошу задавать пожалуйста если есть у вас какие-то вопросы я внизу видео оставлю обязательно email опять же свой пишите не стесняйтесь я стараюсь всем в принципе ответить и ответить на все вопросы если чем могу помочь пожалуйста тоже помогу без проблем и подытожив все расходы за месяц значит 4529 злотых это наши расходы за ноябрь месяц обычный месяц который не имел в себе там праздников каких-то походов в рестораны в кафе поездок каких-то и тому подобное а это наш опыт наш месяц вот так вот подписывайтесь на мой канал пани иммигрантка он называется ставьте лайки и не стесняйтесь писать если что и удачи всем